Всем привет! Это новости АФК-система. С вами Владимир Мордовцев и Ксения Должкова. Сегодня в выпуске. Новые дома из CLT-панелей, летняя практика в степи и лучшие социальные проекты России. Обо всем этом и не только. Подробнее прямо сейчас. Сигежа Групп начала сборку второго четырехэтажного дома из CLT. Дом в городе Соков в Вологодской области будет завершен в течение месяца. Между тем, инновационные CLT-панели от Сигежа Групп успешно прошли испытания МЧС на огнестойкость. И к новостям HR. Сигежа Групп совместно с Высшей школой бизнеса НИОВШЭ запустила программу обучения кадрового резерва лидера Сигежа Групп. В резерв вошло 50 директоров предприятий и подразделений компании из Лесосибирска, Кирова, Вологды, Москвы, Иркутска и Сигежа. Тем временем Агрохолдинг Степ начал прием студентов на летнюю производственную практику. Наиболее востребованными направлениями у студентов стали растеневоческий дивизион, а также производство пищевой продукции. В ходе стажировки студенты собирают материалы для дипломных работ, например, о работе на полях беспилотных комплексов, цифровизации севооборота и инновационных микробиологических технологиях. Для лучших выпускников предприятия СТП впоследствии станут первым местом работы. Объявлены лауреаты юбилейной 10-й программы «Лучшие социальные проекты России» и премии за лучшие ESG-проекты, которые вручили впервые. Среди получивших награды сразу 4 проекта МТС – интерактивная онлайн-карта «Знаем лично» в категории «Поддержка малого и среднего бизнеса», творческо-благотворительный проект «Поколение М» в номинации «Поддержка одаренных детей и молодежи» и «Лаборатория жизненного цикла», признанная одной из лучших ESG-практик в сфере ответственного потребления и производства. В свою очередь, корпоративный «Забег за лес», который уже второй год подряд проводит благотворительный фонд «Система», был отмечен номинацией «Поддержка спорта и здорового образа жизни». В этом году «Забег» пройдет в онлайн-формате с 17 июня по 3 июля. По итогам акции волонтеры корпорации и «Зеленого движения ЭКО» высадят деревья в Южном федеральном округе в рамках проекта «Южный лесной пояс России». В преддверии выходных делимся с вами новостями об открытии нового спортивного объекта. Самый крупный функциональный стрелковый комплекс в Подмосковье «Таргет-Поинт» открылся на территории усадьбы охотника в Клинском районе Подмосковья. «Таргет-Поинт» включает в себя три стрелковые галереи с дистанциями стрельбы 20, 35 и 100 метров. Для комфортного посещения клуб оборудован зоной отдыха, индивидуальными раздевалками, тренажерным залом, магазином и даже кафе. На этом у нас все. С вами были Ксения Должкова и Владимир Мордовцев. Еще больше новостей на нашем сайте Система.ру и в телеграм-канале Система Ньюз. Всем хороших новостей и до встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok